Приветствую! Вчера, 3 мая, появилась на сайте Верховной Рады сравнительная таблица по законопроекту 10.379. Это тот законопроект, который в первоначальном варианте предлагал установить уголовную ответственность за отказ от прохождения ВЛК, а также штрафы до 200 тысяч. И его месяц назад депутаты поддержали в первом чтении, но текста до сих пор не было, мы не знали, что же там происходит. И вот вчера сравнительная таблица появилась, и эта сравнительная таблица уже ко второму чтению. И сейчас мы с вами посмотрим, за что же собираются голосовать депутаты во втором чтении. Штрафы по статьям 210 и 210 Прим Кодекса Украины о административных правонарушениях предлагается установить в размере от 17 до 25 тысяч. Естественно, там есть и другие штрафы, но именно сейчас, в особый период, будут использоваться только вот этот размер штрафа, от 17 до 25 тысяч. Данный штраф будет применяться к людям за совершение следующих правонарушений. Не явка по повестке. То есть, если человек получил повестку и не явился по ней, то будет вот такой штраф. Не обновление данных. Если человек в течение 60 дней, как это установлено законом, не обновит данные, то ему грозит штраф в сумме до 25 с половиной тысяч гривен. Ну и, конечно, вот эта новая обязанность, которая у нас у всех появилась, носить с собой документы, которые подтверждают личность, и документы о нашей принадлежности к воинской службе. То есть, военно-учетные документы, военный билет, приписные посвящения, тымчасовое посвящение висково-зобовязанного. Также будет применяться этот штраф, если этих документов у нас не будет. Далее, что интересное есть также в этом законе. Протокол теперь составляться не будет. А что это значит? Это значит, что будет меньше оснований для спаривания постановления о привлечении к админоответственности в суде. Почему так? Потому что на практике представители ТЦК и СП очень часто делали ошибки. Ну и, кстати, не только они. Полиция тоже делает такие ошибки. И на основании этих ошибок, соответственно, постановление оспаривается и штраф отменяется. Но поскольку протокола не будет, то меньше пространства для ошибок. А значит, меньше оснований для оспаривания в суде. Ну и теперь переходим к самым главным моментам. Первый момент. Административное задержание на трое суток. Именно это предлагалось в первой версии законопроекта. Его не будет. Депутаты это не поддержали, не проголосовали. И на второе чтение он выносится без вот этого админ задержания на трое суток. Да, подчеркиваю, не на три часа. Там была идея задерживать на трое суток тех, у кого нет документов, например, с собой. Ну и, наверное, самое главное это то, что уголовной ответственности за отказ от ВЛК не будет. А мы с вами помним, что этот законопроект предполагал возможность приравнять отказ от ВЛК к уклонению от мобилизации. К счастью, депутаты эту норму не поддержали и, соответственно, за отказ от ВЛК будет что? Правильно. Штраф до 25 тысяч гривен. В целом же, эту версию законопроекта можно посчитать позитивной по сравнению с тем, каким законопроект был изначально. Ну и еще хочется отметить, что мы же с вами всегда привыкли депутатов ругать, а в этом случае, мне кажется, стоит позитивно оценить деятельность того депутата, который был ответственный за этот закон. Это Александр Бакумов, харьковчанин. И, если мы помним, он с самого начала говорил, что не будет вот тех самых жестких норм, о которых мы боялись тогда, о которых мы говорили. Уголовная ответственность за отказ от ВЛК, задержание на трое суток и штрафы по 200 тысяч. И, собственно говоря, редкий случай, наверное, когда депутаты сдерживают свое слово. И вот здесь Александр то, что обещал, собственно говоря, это мы и увидели. Друзья, на этом все. Как только будет принят этот закон, обязательно сделаю видео более подробное по нему, когда уже будет, скажем так, предмет для разговора такой однозначный. И будем его разбирать досконально, этот закон. Ну, а пока ждем его принятия. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Его название вы видите сейчас здесь. Ссылочка будет в описании. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.